Итак, я в Тулуне, или в Тулуне, как трудно, не знаю, сказать. Вот. Здесь ветерок, но тепло. Рыночек цветов. Очень много таких сооружений, как микрозаймы. Микрозайм там, микрозайм тут, ну, видать, популярный. Народ, это... Деньги вытряхает с них. Казахстан. В общем, улочки такие простые. Зашел в аптеку лекарства дно купить, а его здесь нету, которые есть везде практически. Ну, видать, все-таки отличается. О, фикс прайс. Что-то я в нем хотел такое дешевое. Резинки, да, крепления для машины. Ну, это ладно, уже не надо, но я сейчас все равно тут зайду, посмотрю, чем он хорош. Аптека. Вот, допустим, Росденьги. А вот здесь вот займы 0,4%. Так, говорит, большое коричневое здание, в нем есть все. Так, здесь в другой аптеке мне удалось найти то, что я хотел. Так, большое... А-а-а-а! Это то, что я прошел, это коричневое здание. Ну, посмотрим. Даже вот это Эйпл ремонтирует. Здесь 41 тысяча населения. Назван он так, Тулун, кожаный мешок, как удалось выяснить. Потому что расположен он в изгибе рек, в изгибе реки, как мешок. Так, наверное, нету. Нету. Так что пойдем дальше искать. Отрадно это здание детской библиотеки. Значит, популярны все-таки книжки у населения. Молодцы. Если дети читают. Тикс Прайс. Еще та дуриловка. Короче, как в каждом городе, в принципе, все продается... Все продается, ну, как вот, те же товары. Расчески там всякие. Шампуни там, порошки. Хотел купить одну вещь. На ней написано прям биркой. Прям вот не приклеено, а напечатано. 99 рублей. Ну, как обычно это бывает. Нет, оказывается, 199. Мы, говорит, не успели поменять этикетки. Так, говорю, как поменять? 99 же. Нет, 199. В итоге получается, что у них множество товара перепечатано на этикетках 199 пишут, а на упаковке написано 99. Ну, понятно, мелкий городишко хочется заработать. Продать подороже. А в больших городах, естественно, то, что будет написано на упаковке, то он так и будет стоить. Универсам спутник какой-то. А, универ... Универ... Мак. Спутник. По две стороны расположены магазины. Фрукты, овощи. Ну, в общем-то, все атрибуты, как положено для маленького города. Для 40-тысячного. То есть улочка с небольшими магазинчиками. Это у нас какая-то площадь. А, там аттракционы. А, ну, тоже там мебельный салон, бытовая техника, мебель. В общем-то, все как обычно, дом только старый. Смотрите вот на это здание, видите, о том, о чем я говорил. Они... Крыша там старая уже, да, пробитая. Дом уже обрушился. Они налепили баннер и сделали вид, как будто это окна. Причем богатое такое оснащение внутри помещений. Там книги стоят, все люди интеллигентные живут. Это вот так вот делается для обычно президента, чтобы он проехал, посмотрел. Ах, какой красивый дом с баннера. Можно предположить, что Ленина здесь очень уважают. Потому что, видите, цветы лежат, и вождь покрашен свежей краской. Значит, коммунисты здесь есть. Очень много ювелирных салонов. Прям, знаете, бросается в глаза. Серебро, золото, серебро, золото. Квас колчаковский. Его надо обязательно попробовать. Блин, я не знаю, взял ли я кошелек. Наверное, не взял. Но я сейчас возьму Сбербанк, сниму немножко наличных, чтобы хоть мелочь купить. Вот даже магазин, баргузин, и тут же золото. Заметил, что банкоматов новых нет, где с этой стороны экран все вот на кнопки нажимать. Ну, это не проблема. Просто вот что вот интересно. В провинциальных городах таких небольших автоматы такие, банкоматы на кнопках. Ребята, квас очень вкусный. Ну, у нас есть свой квасок на Кубани, но этот тоже. Ну, попробую пройти по этой улице. Что тут еще есть? Тут еще продолжение. Ну, я понял так, что в каждом доме есть некоторые такие вот отделы. Вот. То есть нету такого уж цельного, такое одно, что-то посвященное чему-то одному. Все такое, в принципе, несерьезное. Ну, мелкие отделы, примитивные товары. Такие. Ассортимент? А нет, естественно. И не может быть. Продукты. Велосипеды. Мне нужен был удлинитель, потому что вот я обратил внимание, что трудно где-то подцепиться к розетке. А так вот китайцы тут вроде как торгуют. Смешные цены называется магазин. В них воду не скипятишь. И вот только в таких скипятишь. Но он, кстати, стоит столько же, сколько это. Я видел в этом, Благовещенске. Может быть, взять докторскую, попробовать. Так, пятый элемент. Это распродажа. А, так, смотрим, давай. Пятый элемент. Зайдем, посмотрим. В общем, удлинитель себе купил. Надо. В общем-то, здесь ничего существенного нет. Так, кое-какие одежды, футболки, да, электроника такая мелкая. Вот, суперцифровой, супермаркетинг, гипермаркет. Ну, понятно, что здесь будет то же самое, как и везде. А, шнур только микро-USB мне нужен. Что-то у меня погорело, тут маленький сломался. Да, все отделы практически просто частные. Кто-то открывает магазинчик, называет его так. То есть, и как обычно, как обычно. Но ДНС, он как бы ДНС, но он тут мелкий. Хоть и назван гипермаркет, выбор очень маленький. сеть техники, магазин бытовой электроники, но это меня не интересует. Инструмент, цифровые супермаркеты. В общем-то, наверное, все. Больше ничего такого нет. Там вот только парк техники выставлен. Я еще вижу, там еще и Дорадо. Культиваторы, мотоблоки. Вот, кстати, Нива МВ-2, которого в Ейске нету. С Субаровским двигателем, небось, нет? Нет, не с Субаровским. С каким-то уже, вот, Ямаховский двигатель. Но он 60 тысяч стоит. Хороший мотоблок. 60 тысяч. Вот это вот вещь. Это вещь. А сколько сил у него? Там, наверное, указано. 6,5... А, нет, у меня был сильнее с Субаровским двигателем. Хонда. Хондовским двигателем. В общем, тут со всякими двигателями, небо. Мотоблоки хорошие. Я понял так, что я прошел, скорее всего, по центральной улице города. Потому что дальше уже все идет частный сектор. В общем-то, вы знаете, дома обычные. Не архитектурные, конечно. Обычные дома. Как... Как везде. Вот авторынок, наверное. Или автошины. Бытовая химия, посуда. Вот. Вот так вот устроено. Ладно. Пойдем, у нас, вы знаете, зашел продуктовый магазин. Бабушка такая с горбиком подходит, уже старенькая. Мне говорит, одну помидорку, одну сосиску, лук не взяла, потому что дорого. Вот. Видите? Так экономно вот живут пожилые, очень-очень пожилые люди. И еще говор. Я заметил здесь говор на О. То есть, одну коробку, а там, ну, О, О преимущество. Вот. Это как раз, наверное, тот район, где как вот Акает есть, а есть Окает. Ну, что ж, это принято так. В каждом регионе свой говор. Ну, просто так, знаете, необычно, как в стародревнем славянском какой-то мире. Так как я сегодня отдыхаю, в общем-то, приехал пораньше, я взял баночку безалкогольного пива. Этот мой не помешает. Тем более, я узнал, что в моей машине лежит слабосоленый омурь. Что-то я про него прямо из головы вылетел. Горячего копчения съел, а про малосоленый забыл. Ну, все, сейчас перейдем. Смотрите, что тут у них происходит. Флешмоб, что ли, тренируется. Да, скорее всего, тренировка флешмоба. Здоровье, жизнь. Это как бы зона отдыха, я так полагаю. Посидеть на лавочке. В общем, такой вот городишко. Что там говорить. в общем, эта улица называется улицей Ленина, естественно. Я так полагаю, хотят запустить фонтан и его ремонтируют. Что-то погода такая странная. Опять прохожу зеленый рынок, где всякая зелень продается. Цветы, рассада. Вот. Салон МТС. Кукла эта дебильная, воздушная. Вот как-то так. аптека ИЯ, как Ирика. Названа. Магазин Мария. Удивительно, что здесь рулит банк АТБ. На Кубани его в помине нет. Да, по поводу омуля. Видите, какой омуль. Вот такой омуль слабосоленый. Спасибо за Hai. Спасибо за субтитры Алексею Дубриим VPN. поступила 紅